Молодым везде у нас дорога. Главное, чтобы дорога была по-настоящему интересной, доброй, отважной, ведущей к заветной цели. И помогать молодежи идти этой дорогой помогают специалисты районного центра социальной поддержки семьи и молодежи. Сегодня они у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И есть о чем поговорить, поделиться планами, рассказать о том, что уже, какая работа проделана. 2022 год – цифра просто космическая, и от того, что сегодня происходит в стране и мире, порой захватывает дух. И чувствует мое сердце, что год действительно обещает быть интересным, и деятельность центра будет как никогда патриотической, направленной на личностное развитие молодежи, сотрудничество, развитие инициативности и ответственности. Ну что ж, все по порядку? Год начался, и интересный пласт работы уже специалистами проделан. Давайте об этом поговорим. В первую очередь хочется сказать, что патриотическое воспитание в работе нашего центра занимает приоритетное место в работе наших специалистов. И это не случайно, потому что воспитывать в молодом поколении была гармоничная личность. Надо, чтобы в первую очередь человек был патриотично настроен. Это и любовь к родине, чувство гордости за свою родину, патриотизм, чтобы он относился к людям других национальностей, так же, как и к своей. Вот такие вот основные, скажем, цели формирования личности как раз-таки нашими специалистами достигались и достигаются на протяжении многих лет. И 2022 год, он не исключение, у нас также очень много планов по патриотическому воспитанию молодежи. С чего начинается патриотическое воспитание молодежи? Наверное, с того же, с чего начинается Родина, да? Мы проводим различные мероприятия, различные по формату проведения, различные цели у нас. Но основное, это, конечно, воспитание дух патриотизма. Мы участвуем в различных акциях, проводим различные мероприятия, уроки памяти, интерактивные занятия с детьми. Январь у нас ассоциируется с такой памятной датой, как блокада Ленинграда. 27 января мы отмечаем эту скорбную дату. И мы присоединились к всей российской акции блокадный хлеб, чтобы люди помнили, какой ценой досталась нам победа. И, конечно же, основным символом которого является 125 граммов блокадного хлеба. И это была вот такая вот акция. Хочется сказать по итогам этой акции, что многие люди, и особенно дети, потому что мы проводили это в общеобразовательных школах, очень с трепетом и с таким, знаете, такая отдача была. Когда дети видели хронику тех лет, да, просто у многих там слезы наворачивались на глазах у детей. Это очень, ну, так трогательно. И приятно, что наши дети это вот понимают и с чувством таким вот относятся к этому. И не только дети, ведь вы проводили акцию еще на улицах города, да, и взрослым предлагали также взять в руки кусочек хлеба. Легкий, почти невесомый хлеб. Да, вот когда мы проводили эту акцию, вот это вот, мы ощущали вот этот вот, как сказать, благодарность людей старшего поколения, которые помнят жители, да, вот, ну, там, родственники или знакомые, которые прожили вот в эти дни в блокадном Ленинграде. Поэтому очень такая трогательная акция. И мы напомним, как она проходила, потому что у нас есть сюжет на эту тему. Напомнить всем ныне живущим о том, как переживали Великую Отечественную войну жителей осажденного Ленинграда призвана акция памяти «Блокадный хлеб». В Ахтубинске ее провели специалисты молодежного центра. На улицах города они раздавали прохожим кусочки ржаного хлеба весом чуть более 100 граммов. Утолить голод таким пайком было невозможно. Скорее, он был символом жизни и надежды. Самая трагическая и самая героическая страница в истории Великой Отечественной войны, конечно, это была блокада Ленинграда. Она началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года. Это 872 дня мужества и героизма блокадников. И сегодня, когда мы обращаемся в ту эпоху, смотрим на это, мы, конечно же, вспоминаем вот такой вот кусочек хлеба весом 125 грамм, как символ мужества, непокоренности ленинградцев. Эти 125 грамм хлеба была такая норма. Самый суровый период блокады – это зимой 1941-1942 года, точнее, с 20 ноября по 25 декабря. Особого рецепта блокадного хлеба, конечно, нет. Он менялся ежедневно. Все зависело от того, что было на заводах, где изготавливали хлеб. 50% он мог состоять из непищевых примесей каких-то. Туда входило и целлюлоза, и жмых, и входили различные хвои. Наш хлеб сегодняшний, который мы раздаем здесь на улице, вот наша акция, это, конечно, не тот хлеб. Он у нас пышный, вкусный. Но мы хотим своей акции еще раз напомнить людям о героизме и мужестве блокадного ленинграда, ленинградцев. Конечно, помним. По книгам, по кино. До сих пор это болью в сердцах. Это горе, страдания наших предков. Что не дай Бог повторить такую участь. Живите, люди, мирно, дружно и счастливо. В годы войны тяжело было всем – фронтовикам, тыловикам, взрослым и детям. Юрий Федорович Кузьмичев родился в 1940 году, жил в Магнитогорске. Но и там ребенком прочувствовал, что такое настоящий голод. И помнит до сих пор свою пайку хлеба. Почти такую же, как ленинградскую. Отламываешь кусочек, сосешь, как конфету. Пока дойдешь до дома, а половина уже. А у матери маленькая еще девочка, сестренка. Вот. Она возьмет это, что осталось. Воду скопитит, покрошит туда несколько капельок растительного масла. И вот суп тебе. Загмаживаешь живот вот такой. А есть хочется. Есть хочется. Рассказывал, как эту карточку у него куда-то потерял. И пришел, а его еще отец и избил. Потому что есть нечего было вообще без хлеба. Он говорит, так хотелось есть этот хлеб. Думали, что он такой самый вкусный. Он когда рассказывает, не только я, даже дети слушают и плачут. Кусочек хлеба. И насколько был силен дух у человека, чтобы выжить. Невероятно. Это просто наша молодежь сейчас не осознает, как можно было выжить в те годы. Вера в победу давала людям силы. Конечно, хорошо, что ребята проводят такую акцию. Впереди день Сталинградской битвы. Также будем праздновать. То есть никогда нельзя забывать о том, какой ценой достигнута была победа. Мы проводим митинги, которые приурочены к памятным датам России. Вот 15 февраля у нас был митинг, посвященный памяти вывода войск из Афганистана. Торжественное такое мероприятие. Тоже были воины афганцев. По-своему торжественное, по-своему печальное. Поскольку это всегда большие потери, утраты. Были студенты и воины афганцы, военнослужащие. И они, как бы, воины афганцы показывали нынешнему поколению, на что равняться. Потому что у нас еще военно-патриотический клуб «Братишка», которые были тоже там ребята. В их взгляде было столько уважения к воинам-афганцам. Очень приятно. Во-первых, они все это слышат из первых уст. От тех людей, которые непосредственно были участниками этих событий. Которые пережили, которые могут донести своими даже эмоциями, своими рассказами о том, как все это было. Также вот Сталинградская битва. Мы недалеко находимся от города Волгограда. И это очень тесно связана Сталинградская битва с жителями нашего региона. Именно отсюда уходили эшелоны в Сталинградскую битву. Если мы вспомним нашу железную дорогу, которая руками наших женщин была построена именно в Сталинградскую битву, чтобы вывозить оттуда раненых и доставлять боеприпасы. Здесь работали и пищевые предприятия, которые консервы на фронт поставляли. И у нас проходили мероприятия к этой дате 2 февраля. И мы тоже детям рассказывали об этом. Да, очень многие, кстати, дети удивляются, что у нас же здесь не было войны. Ну, в тылу люди тоже трудились, тоже и голодали. Но все ради фронта, все вместе работали, чтобы победить. Тем более, это была прифронтовая территория. И очень много людей узнают, особенно дети, наши молодежь, очень много узнают из таких вот мероприятий патриотических. У молодежи откладывается в голове, и мы не зря проводим такие мероприятия. Просто в голове, но, наверное, и в сердечке. Показываем эту хронику, смотрим. А он сидит. Ну, впереди еще немало памятных дат. Самое важное, да, для всех, да, вот, ну, я не знаю, но все мы с нестрепетом и с нетерпением, может быть, да, ждем День Победы. Это самый главный праздник всей нашей страны. Мы гордимся нашими отцами и дедами, да, которые добыли эту победу. У нас будет масса мероприятий. Это будет и цикл познавательных программ, посвященных Дню Победы. Акции, вот, Георгиевская ленточка, которую мы ежегодно проводим. Тоже мы участвуем в этой акции, параду дома ветеранов. Просто многие пишут, зачем нам отмечать 9 мая, ветеранов почти не осталось. 9 мая мы проводим для себя и для нашего будущего поколения, чтобы помнили и не совершали ошибок, которые были в прошлом. Это народный уже поездивый праздник, да, и поэтому мы празднуем его все. Это не то, чтобы там прийти ветераны поздно. Мне кажется, это где-то у нас в сознании уже... Мы должны просто помнить и понимать. Это не обсуждается. Будем или не будем мы праздновать этот день, он уже навеки с нами. Да, это очень такой значимый праздник нашей истории. И очень важно этот праздник доносить, именно значимость этого праздника доносить для детям, подросткам. Надо доносить правильную нашу историю детям, рассказывать о тех героях, которые действительно были. В таких вот познавательных мероприятиях мы, конечно, говорим о тех известных фактах в истории Великой Отечественной войны. Но также мы делаем акцент именно на наших ветеранах, на тех людях, которые живут среди нас, жили среди нас, наших земляков, чтобы дети знали, допустим, какой памятник у нас стоит, что это за Валя Заикина, кто это такая. Ведь дети проходят, даже есть такие, которые не знают. Вот мы рассказываем о людях, которые живут у нас, и жили, и трудились, и совершали подвиги. И следом, да, еще есть майская дата, это 15 мая. Да, это мы ее, это тоже очень значимая памятная дата для всех россиян. Мы помним военнослужащих, которые исполняли свой долг именно в локальных войнах и в конфликтах. Будем проводить митинг в нашем парке Возрождения, чтобы вспомнить еще раз поименно тех, кто погиб. Ну и сейчас хочется вернуться немножечко к огню сегодняшнему. Да, это вот событие вчерашнего дня, когда вот президент России, он признал официально Луганскую и Донецкую народные республики. И, конечно же, все переживают о том, что вот сейчас в Россию снова у нас есть поток беженцев с этих территорий. Да, поскольку мы не знаем, как сейчас там, насколько будет обострена ситуация. Мы принимаем, да, людей с этих территорий. И идет активно сбор гуманитарной помощи, конечно же. Центр молодежный активно участвует в этом. Да, в Астраханской области, по всей области нашей, идет сбор гуманитарной помощи. В каждом районе открыта своя точка, где сбор происходит. По поводу сбора помощи нашим беженцам, которые будут, просьба была предоставить, ну, по возможности, у кого есть, это такие продукты питания, допустим, для детей, для маленьких, это каши, смеси. Первой необходимости вещи, там, подгузники, а может быть, пеленки для детей, для маленьких, вот. Если вещи, то желательно, чтобы они, ну, не были совсем уж такие, знаете, как некоторые люди просто ненужные вещи выкидывают, а отдам там. Желательно, чтобы они были все в чистом виде. Еда, там, крупы, там, сахар, там, тушенка. Тушенка, да, все, что такое, да. То, что долго хранится, не портится. Беженцев Астраханской области сейчас предполагается, что будут располагать в лагере Астраханские зори и лагерь Березка. По Ахтубинскому району у нас будет две точки сбора гуманитарной помощи. Администрация города будет собирать тоже, да, какую-то помощь, и епархия Ахтубинская будет в этом участвовать. Но мы сегодня озвучим еще два пункта, куда можно прийти и тоже передать вещи продуктов. По адресу шоссе авиаторов, где находится образование, наш молодежный центр будет принимать гуманитарную помощь. Мы ее будем передавать в комплексный центр социального обслуживания населения, адрес Жуковского, дом 25, потому что у них будет основной сбор, и они уже будут передавать непосредственно. Вот. Просьба еще небольшая к людям – прилагать список, фамилия, имя и перечень того, что вы передаете. Ну, это просто элементарная просьба от руководства в случае, чтобы не было такого, что кто-то что-то передал, а потом слухи расходятся, что что-то не донесли, что-то не передали. Ну, и в целом сортировки, потому что, когда вот приносят пакет, да, мы не знаем, перебираем же, раскладываем продукты отдельно, вещи отдельно, да, там мыло, что-то, шампунь – это тоже у нас отдельно. Это же упрости, да, потому что люди на сортировке же было. Ну, а мы возвращаемся к теме работы с молодежью, да, и вот после весны начинаются летние каникулы, когда молодежь тоже, ну, кто-то говорит, что предоставлена сама себе, ну, конечно, все по-разному проводят эти каникулы, но если вот нечем заняться, вот не знаем, как определиться, что же этим летом будет происходить, можно прийти к специалистам вашего центра. Ну, у нас в летний период очень масса мероприятий, ну, вот эти вот два года, когда была пандемия, конечно, мы немножечко вот свою работу с эпидемиологическими такими ситуациями прекратили, ну, не совсем, так вот прям совсем прекратили, но те же туристические походы, которые мы организовывали, мы их отменили, в этом году, конечно, планируем мы провести, ну, очень-очень соскучились мы по этим мероприятиям. Мы планы строим на одежде, что они обязательно сходятся. Да, да, мы строим планы, пишем проекты, закладываем все, надеемся, что у нас получится и специалисты, и, конечно же, дети, дети, которые к нам ходят в подростковые клубы, они просто соскучились по лету, по всем спортивным мероприятиям, которые мы проводим. Эти спартакиады у нас там есть, и дворовые игры по футболу, и вот туристические походы, и просто выходы вот на природу там. Цель, конечно же, это здоровый образ жизни, чтобы детки, видно, с витаминками, да, там, солнцем заряжались, вот. Ну, и, конечно, это изучение, мы вот в эти походы не просто ходим, мы изучаем. У нас там целый комплекс, скажем так, мероприятий, и профилактические мероприятия мы там проводим. И это окружает, то, что нас окружает. Профилактические что сюда включают? Это какие-то беседы о том, как мы живем? Обязательно. Приглашаем специалистов. У нас не просто так, да, мы приглашаем специалистов, и МЧС к нам приезжает, да, рассказывает. И мы первая медицинская помощь к нам приезжали, во всяком случае, в этом году. Надеемся, что у нас тоже будут специалисты Центра здоровья, безопасности и на воде. Это вот у нас ГИМС, специалисты обязательны. Мы очень тесно ведем такую вот у нас работу. Те элементарные знания, которые обязательно нужны, какие-то простые навыки, как помочь себе и другим. Ну и, конечно, патриотизм у нас остается на первом месте. Мы изучаем родную природу. Мы также вот говорили, ну, мероприятия направлены на изучение, ну, краеведение мы их называем там. Не менее важно, да, и, наверное, я бы сказала, наиболее важно, да, когда говорят, ну, вот что молодежи надо, да, вон сколько парков для них сегодня существует, и бери, да, отдыхай. Но, видимо, это еще не все те потребности просто сидеть и отдыхать там, да, на ламочках. Я считаю, что все равно должен быть организованный досуг детей и подростков. Должен быть подвижным в вашей жизни, здоровым в вашей жизни. Другое дело, когда они собрались в компании, посидели даже в этом парке, что-то обсудили и разошлись, а другое дело, когда это мы организовали, провели, какие-то цели достигнуты, и мы увидели, что есть какая-то отдача от этого, дети запомнили, что-то для себя приняли. Очень нравится, когда собираются, особенно студенты, каталетка, но все вместе они собираются в разных учреждениях, и девчонки красуются, и парни, им это нравится, они общаются. Вот у нас 25 февраля будет Дню Защитника Отечества, и 8 марта совместно будем проводить. Вот говорят, что не хватает молодежи, а видимо этого не хватает, какого-то совместного общения, какого-то драйва, интересных мероприятий, где можно вместе повеселиться и погрустить, и что-то новое узнать. Волонтерство. Огромный пласт работы, который ведет тоже молодежный центр. Волонтерский штаб мы вместе, так мы и работаем, продолжаем, то есть это помощь и пожилым людям, это и помощь медикам, то есть как было все с 2020 года. Мы никуда не делись, мы так же продолжаем работать, так же принимаем звонки от пожилых. Поступают как часто? Ну, не совсем часто, но сейчас вот туда. Да, ну вот когда был пик заболевания, когда были ограничены, да, в передвижении люди, допустим, не в магазин сходить, не было возможности, там в аптеку. Лекарства вот мы заказываем, привозим. Ну, видимо, по старой памяти помогаете тем, кто в этих списках остался, может быть, одинок и нуждается в помощи. Да, да. А какая-то вот сегодня вот здесь вот помощь волонтерам требуется тоже, может быть, те же продукты, те же, может быть, вещи каким-то пожилым людям, которые, ну, не могут уже много ходить по тем же магазинам и что-то покупать себе, бывает, что вы переданете? Ну, у нас, наверное, все-таки в основном мы проводим такое вот, лекарства покупаем, продукты, ну, вещи как-то мы… У нас бывает, нет, бывают случаи, когда или погорельцы, или малоимущие к нам обращаются, матери-одиночки, допустим, вот. И когда вот есть такая экстренная ситуация, когда нужно помочь срочно, да, максимально. Да, и тогда уже начинается сбор, помощь. Волонтер волонтерам, но есть такое слово, как еще и доброволец, то, что от души, от себя идет. Поэтому отчасти многие из нас, мы просто не можем так сидеть на месте, вот. И поэтому мы сами находим, наверное, везде, где бы нам помочь кому. То есть волонтером насильно не станешь, это уже такое внутреннее призвание, помогать другим людям. Много волонтеров? Есть очень… У нас по району где-то около 250 плюс-минус волонтеров. В принципе, немало. Да. Волонтер постоянно добровольцы, это, наверное, скорее всего, сотрудники организации, вот. Культура, наша молодежная организация. Потому что люди, они… Вот сегодня вы можете помочь, а потом вы можете через полгода помочь, вот. То есть это добровольно же, это как у вас получится, так вы им помогаете. У каждого разная сфера, кто в чем может помочь. Очень так пропагандируем среди волонтерств, волонтерств среди школьников. Потому что, во-первых, молодежь, она начинает понимать, зачем это добровольчество, зачем это… Суть этой работы. Да. Их помощь у нас часто бывает среди той же молодежи, то есть организовать, помочь в каких-то мероприятиях, вот. И они сами уже начинают, ну, старшеклассники, когда, ну, вливаются в эту работу, они уже у себя в школе начинают эти клубы открывать какие-то волонтерские. Они активность проявляют свою деятельность, вот. То есть активная молодежь, она вот с чего-то начинать должна, вот. Мы и помогаем, в принципе, да. Размножение волонтеров. Также можно отметить, что наша организация прошла верификацию на Добро.ру. Это подтверждение того, что мы проходим по стандартам волонтерства, вот, нас отметили. И теперь мы можем, ну, все публикации, все, что мы делали на Добро, то есть не проходить модерацию, вот, то есть мы сразу все делаем. И у наших волонтеров уже будут верифицированные часы. Успех у нас уже есть в волонтерстве, вот, ну, для себя. А для, скажем, учащихся, те, кто хочет продолжить учиться дальше после школы, это очень хороший, ну, такой, скажем, толчок. Толчок, да, потому что это баллы поступительные, если это и волонтеры, у тебя часы. Ничего, что бесследно не проходит, копилочка добра, она пополняется и тебе отдаются. Да, вот. Волонтерство сейчас на государственном уровне, это продвигается, это, и поэтому вот эти и часы для молодежи, которые специально делаются, чтобы баллы были дополнительные. Это просто плюс такой. Стимулируется. Волонтеры ведь не платят денег, ему не дают каких-то там богатств, там, золота, вот, это добровольно и все. Но чтобы были какие-то благодарности все-таки, плюсы, вот, по минимуму что-то есть. Как стать волонтером? Вот слушают нас сейчас молодые люди, говорят, ну, тоже хотим влиться в эти ряды, как прийти к вам, позвонить по телефону, вот, что мы им посоветуем? Чтобы стать волонтером, просто нужно захотеть помогать людям. У нас платформа есть Добро.ру сайт. Интернет-площадка? Да. Это как любая соцсеть, проходите регистрацию, получаете свой ID, то есть свой аккаунт заводите, и уже выбираете, где кому помочь. Вы не обязательно должны примкнуть к нашей организации, волонтерскому штабу. У нас еще есть волонтеры культуры, вот. Вот, вы можете к кому-то, с кем-то закрепиться, а можете сами. Вот, у нас на Добро.ру есть куча списков всяких, где какая помощь требуется. Вы выбираете и помогаете. В вашей волонтерской книжке электронной записываются числи о том, где вы помогаете. Поэтому волонтером стать просто. Сайт Добро.ру, регистрация, вот. Если вы хотите сотрудничать с молодежным центром, нас тоже легко найти. Просто набираем МКУ, Центр социальной поддержки семьи и молодежи, нажимаем кнопочку «Готов помогать». Ну, или просто приходить к нам в центр на шоссе Авиатров 5. Это здание управления образованием, первый этаж, мы ждем. В начале марта будет выезд в село. Вот, у нас, допустим, вот с Баскунчаком мы еще в начале года начали, они сами позвонили, говорят, хотим вот волонтерский штаб у себя в школе развить. Я говорю, замечательно. Значит, приедем, поможем, расскажем, вот. То есть, ну, люди сами уже хотят что-то делать, поэтому мы можем помочь, рассказать, как что, поделиться планами на год, чем мы будем заниматься, вот. Хотелось, чтобы всегда вас было легко найти, и чтобы трудно было с вами расстаться, чтобы эта работа действительно вот, ну, просто затягивала и помогала людям тоже раскрыться, да, в свою очередь, потому что, ну, волонтерство – это ведь и отдача тоже человека, вот, чтобы он стремился максимально помочь другим отдать себя. Он вот раскрывает свои лучшие, волонтеры раскрывают свои лучшие качества. Это и вот доброта, в первую очередь, выручка, взаимопомощь. Чтобы вот для молодежи было еще понятней, это не только помощь пожилым людям, участие в каких-то акциях. У нас ведь есть молодежные клубы, у нас есть школы, где тоже есть предприятия, где нужна молодежь. Если вы любите рисовать, если вы любите петь, умеете играть на музыкальных инструментах, танцуете, очень нужны такие талантливые люди. Потому что это ведь провести какой-нибудь флешмоб, надо поставить танец. В каком-нибудь мероприятии спеть песню тоже нужен, кто поет, или сыграть на гитаре, там, на любом-любом инструменте. Творческий организатор. Да, то есть нам нужны люди, которые хотят себя показать, не знают, куда себя деть. Мы найдем. У нас мероприятий много, у нас есть, что кому показать. И мы не только ведь на местном уровне работаем, у нас же еще на региональном уровне, у нас агентство молодежи по Астрахани, они тоже проводят свои мероприятия, где приглашают районы. И мы также собираем актив волонтеров и выезжаем. У нас есть площадки такие, как Силиаз, у нас есть Таврида. Таврида, то есть мы активных тоже отправляем туда, они и отдыхают, и получают какие-то новые знания по волонтерству и по своим направлениям. Пусть будет больше волонтеров, хороших и разных, и мир от этого станет добрее. Спасибо вам, да, и краше, спасибо, что сегодня у нас были в студии, вам успехов в вашей работе. Зрительно спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok